Региональное управление Следственного комитета подводит итоги работы в 2016 году. Почти на 5% именно настолько зафиксировано снижение преступности. Количество изнасилований уменьшилось на 35%. Число зарегистрированных преступлений коррупционной и экономической направленности снизилось на 23%. Однако поговорить все равно есть о чем. В минувшем году возбуждено 163 дела, связанных с коррупцией. В основном речь шла о взяточничестве. Многие резонансные истории на завершающем этапе работы следователей. На завершающем этапе расследования находятся дела по обвинению главы городского округа Кинишма Крупина и его первого заместителя Шуршина по фактам получения взяток в общей сумме 7 миллионов рублей. По обвинению главы городского округа Иванова Сверчкова в получении взятки в общей сумме более 12 миллионов рублей. Серьезную работу проводят следователи по двум случаям взрыва бытового газа в Ильинском и в Иванове. Трагедии прошлой осени пока находятся в производстве. С целью установления обстоятельств произошедшего проведено значительное количество следственных действий. Назначено более 40 экспертиз. Установлено, что в обеих домах газовое оборудование используют за пределами сроков его эксплуатации. Нам еще предстоит установить конкретные причины и виновных должностных лиц. Расследование по делам продолжается. Особое внимание органы следствия уделяют защите прав несовершеннолетних. Потерпевшим в прошлом году признан 81 ребенок. Четверо покончили жизнь самоубийством. 12 стали жертвами преступных посягательств. Продолжается расследование резонансного уголовного дела по факту похищения и убийства 2 сентября 2016 года малолетней девочки. Руководитель следственного комитета отмечает, во всех случаях лица, причастные к трагедиям, установлены и непременно понесут наказание. Окончено с направлением в суд уголовное дело по обвинению жителей города Иваново в совершении иных действий сексуального характера в отношении монолетней, не достигшей возраста 12 лет, и распространение порнографических материалов. Преступление совершено с использованием персонального компьютера и сотового телефона, имеющего доступ к сети интернет, где он размещал переписку и видеоматериал порнографического характера. Приговором суда обвиняемый признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет 6 месяцев. Поблагодарил за плодотворный год сотрудников следственного комитета и губернатор Павел Каньков. Глава региона также в своем докладе акцентировал внимание на защите прав детей. Ни один факт насилия в отношении детей не должен оставаться безнаказанным. На особом контроле нам необходимо держать вопросы обеспечения безопасности детского отдыха и безопасности при перевозке организованных групп несовершеннолетних. Главный следователь Ивановской области Александр Булаев поблагодарил губернатора за помощь в создании на базе Бюро судмедэкспертизы молекулярно-генетической лаборатории. В связи с этим по поручению председателя Следственного комитета России Павлу Канькову вручена медаль за содействие. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иванова.